Дорогие, привет! В этом выпуске мы будем разбирать примеры мужских анкет. Ранее я просил вас прислать в мой телеграм эти примеры для сегодняшних разборов. Спасибо вам за активное участие в этом. Вы мне помогли. Для чего? Потому что в этом выпуске мы будем разбирать эти мужские анкеты, чтобы на этих примерах я вам объяснил, каких мужчин точно нужно обходить стороной. И на что на самом деле важно обращать внимание на сайтах знакомств. Также, если вы хотите, чтобы в следующих выпусках я разобрал анкеты, которые вы пришлете в мой телеграм, или же также мы будем разбирать диалоги, переписки без указания именной фамилии, тогда, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте это в мой телеграм-канал, и классные примеры мы будем разбирать для будущих выпусков. Матвее 28 лет. В описании. Если ты симпатичная, с длинными темными волосами, по плечи, с улыбкой на лице, чувством юмора и без жалоб на этот мир ждут его сообщения. KFC пицца или шаурма. Это его описание. Человек в первое зациклен на только личной внешности и на каких-то странных критериях. Длинные темные волосы по плечи. Ну, это уже красный флаг. Это уже клинический случай в Матвее 28 лет. С улыбкой на лице. С улыбкой на лице. Ну, есть у многих людей улыбка на лице. А что, грустное лицо? Это все плохо? Чувством юмора и без жалоб на этот мир ждут твоего сообщения. KFC пицца или шаурма. KFC пицца или шаурма это типа, знаете, типа шуточка. Типа такой он легкий парень. Я бы советовал таких обходить стороной. Потому что, еще раз повторю, зацикленность на внешности, на цвете волос и длине волос. То есть ты должна соответствовать его ожиданиям по внешности. Ты должна улыбаться. Ты должна иметь чувство юмора. А что есть люди без чувства юмора? Каждый человек считает, что у него чувство юмора. Вопрос в том, подходит ли вам что-то чувство юмора или нет. Какое он чувство юмора хочет, непонятно. И без жалоб на этот мир. Ну, короче, супер, ты должна быть позитивная, с правильными волосами. И тебя он отведет KFC в пиццу или на шаурму. В общем, бегите, срочно забирайте этого Матвея. Иначе приз кому-то достанется, такой супер достойный мужчина. И самое главное, о себе ни слова. Матвей, а ты о чем? А ты вообще работаешь, не работаешь, с мамой живешь? С кем ты живешь? С котиками, с собачками? С кем ты живешь, Матвей? Что в жизни тебя увлекает? И, скорее всего, он такой же, этот Матвей, симпатичный, легкий парень, такой позитивно смотрящий на мир, без жалоб и любит KFC, пиццу и шаурму. Обалдеть, шикарный мужчина, просто бегите, разбирайте. Дальше. Куколт и точка. Я, Куколт, осознанно в данной теме. Спасибо большое за искренность и открытость этому мужчине 36 лет. Ну, вопрос в том, для чего этот мужчина? Если он не шутит, если он не прикалывается. Это уже психические отклонения, и при этом человек вроде как показывает свои фотографии, не скрывает, не скрывает свое имя, там, что он закончил, где он работает. То есть, это либо фейк, либо если человек вот так прямо о себе говорит, работая в известной компании, будучи топ-менеджером, ну, то есть, я не сильно в это верю. Потому что, если человек имеет такие наклонности, обычно он не будет это показывать вот так открыто. Опять же, цель какая? Если цель встретить девушку, которой тоже нравятся такие игрища, нормально. Если человек, вы ищете мужчину для нормальных отношений, я думаю, что здесь ничего не получится. Ну, а если вы не жаждете, чтобы вам попадались такие куколды, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и регистрируйтесь на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению. Бездрам и манипуляции». Где я вас научу разбираться в мужчинах, где я вас научу читать между строк, а не додумывать. Где я вас научу определять более точно, какой мужчина перед вами. Где вы поймете, что делать с нынешними отношениями, если по какой-то причине вы не понимаете. Эти отношения нужно спасать, стараться, или же из этих отношений нужно выйти. Если вы также обнаружили, что вы находитесь в созависимых отношениях, с которых и выйти сложно, и пребывать в них тяжело, и вы не понимаете, что с этим делать. В целом, если вы хотите повысить свой уровень образованности в теме психологии отношений, тогда немедлите кликайте по ссылке прямо сейчас, записывайтесь и до встречи. Дмитрий. Разносторонен, целеустремлен, веду активный образ жизни. Активный образ жизни? Интересно, что ты ходишь за грибами? Или что ты на скакалке прыгаешь по утрам? Или что в шахматы? Ты переставляешь шахматные фигуры активно? Или что? Или ты активно в танчике? Что такое активный образ жизни? Ищу женщину, которой я захочу подарить улыбку, счастье, радость, внимание, заботу, квартиру, машину. Очень интересно. Мужчина, который может подарить квартиру и машину, он об этом не говорит вслух. Потому что зачем об этом говорить вслух? Зачем привлекать женщину, которую интересует именно и квартира, и машина? Если мужчина такой прямым текстом говорит, я тебе такое обещаю, ты мне напиши, это, скорее всего, балабол, который, по сути, мотивирует, что он такой классный, он подарит. Есть ли вероятность, что он подарит? Конечно же, есть. Мы не знаем, балабол он или нет, но это настораживает. Вас должно настораживать, если мужчина заранее в общении, в переписке или в анкете дает такое обещание, что я тебе там что-то подарю. Это 90% вероятности, что это балабол. Лишь 10% вероятности, что это немножко глупый мужчина, который еще не разобрался в этой жизни, и который такой наивный, и дает такие обещания. Что можно сказать про Виталия? Ну, это клиника, и где-то уже должны за ним смирительную рубашку, приготовить смирительную рубашку, уже должен быть выехать на ряд медицинских работников за таким человеком. Ну, во-первых, слишком много претензий. Дальше есть претензии, которые противоречивают друг другу. Где-то типа шучу, а где-то не шучу. Выпендриваются тем, что три работы. Когда у человека три работы, это значит, человек не знает, чего он хочет. Это значит, человек, который не определился. Потому что человек, который определился, и знает, чего он хочет в жизни, у него есть одна работа, которой он посвящает всю свою энергию, все свои мысли, потому что он хочет в ней вырасти. Когда я не знаю, чего я хочу, я прыгаю с места на место, или у меня пять работ. А он думает, что он крутой, поэтому это показывает в своей анкете. Дальше. Читаю три часа в день. И что? Что ты читаешь? Типа, это знаете, когда родители нас заставляли читать книги, поэтому ты молодец. А толку из этого чтения, если оно бессмысленное, если оно не наполняет человека интеллектуально, и судя по его анкете, человек обиженный на женщин, человек, который не знает, чего он хочет, выпендривается непонятно чем, и, ну, по сути, на него клюнет женщина, которая тоже такая же, да, странная. Нормальная женщина, такого, на такого не клюнет. Это реально, я бы так сказал, это не просто недостойный мужчина, это психически опасный человек, которого нужно обходить десятой дорогой. Тут все понятно, клиника обходим стороной. Это, знаете, когда человек типа шутя на себя пишет гадости, я там, и типа там куча смайликов, и кажется, ну, такой задается легкий контекст. Снова же, нормальный человек так не будет делать, зачем? Конечно, нужно рассматривать это в сочетании, как человек выглядит, в сочетании там с каким-то мировоззрением, но зачем на себя даже шуткой писать гадости? Обычно это удобное прикрытие, чтобы потом сказать, ну, а я же предупреждал. Ну вот, я же предупреждал. Я типа шутил, ну, по сути, ну, я и не шутил. Такая двоякая игра, это очень удобная игра для того, чтобы манипулировать, когда человек постоянно на себя наговаривает. Со мной будет сложно, но я уверен, что ты найдешь ключ от моего сердца. Не упусти такого парня, как я, в поиске девушки для общения, дальше как пойдет, всем хорошее настроение. Ну, это маленький мальчик, да, ребенок, подросток, так говорить, со мной сложно, но супер, сложно, тогда удачи, успехов, ищи ту девушку, которая нравится, мужчины, с которыми, опять же, я не назову это мужчиной. Хорошо, с тобой сложно, а что хорошего в тебе? О чем ты, да? Как понять вообще, что в твоей голове, к чему ты стремишься, о чем ты как мужчина? Про себя вообще никакой информации, кроме сложной. А нафиг ты сдался тогда? Ну, иди, живи с мамой, и такой сложный персонаж. Кофе пью, люблю высшую математику, по ночам надеваю костюм спайдер-мэра и спасаю мир. Обычно так учат пикаперов, создать некий таинственный образ. Если я работаю, например, просто юристом, пикаперов учат. Ну, не говори, что ты юрист. Это скучно, это неинтересно. Если ты хочешь заинтересовать большинство женщин, будь таинственным. Да, я спасаю мир, я Бэтмен. Как бы такая, чтобы флёр был загадочности. Чтобы женщина могла додумать своё. Да, я что-то говорю, а человек думает, ой, что же там? И как это таинственно, интересно. И вы, может быть, скажете, ой, Ярослав, я на такое не ведусь. Но, уверяю вас, дорогие мои, многие девушки на это ведутся. Особенно, если этот мужчина симпатичный. Особенно, если этот парень попадает в её типаж. Да, в типаж мужчины, который ей нравится. Поэтому вы должны понимать, что вот этот флёр загадочной интересности – это плохой знак. Потому что за этим не пойми, что скрывается. Даже если вам мужчина потенциально такой интересен, вам нужно, как один из этапов, прояснить, а что за этим стоит. Чем на самом деле мужчина занимается, что действительно в её жизни происходит. Потому что даже если после прояснения там никакой конкретики, ну, тогда вам хочется просто поиграться, а не встретить или построить серьёзные отношения. Готов к новым встречам. А вдруг окажется, что ты та самая, которую я так долго ищу, живу в Севастополе. Это значит, что я хожу по встречам, я шляюсь по встречам, ищу ту самую, и до сих пор никак не найду, и никто мне не нравится. А вдруг вот ты та сотая девушка, с которой я пойду пить кофе три в одном, вдруг ты окажешься та самая. То есть я перебираю кучу девушек и женщин. При этом скажу, да, Александр вполне симпатично выглядит, да, красиво, легко, на фоне моря, такой он весёлый, коммуникабельный. То есть с ним точно будет интересно на встрече. Тебе точно с ним будет не скучно, он точно не тяжёлый, он точно не зануда, он точно будет хорошим, весёлым, в таком классном настроении. И я бы такого обходил стороной. Потому что весёлый, коммуникабельный, ну и чё, а что в этом мужского? Ну много весёлых, много коммуникабельных, которые умеют общаться, разговаривать. Сейчас сложно встретить некоммуникабельного человека. За активное, какое активное времяпрождение? Это просто вода, ты в горы любишь ходить. Гораздо важнее было бы, если бы ты сказал, да, что у меня есть цели в жизни определённые, да, я там чего-то там достиг, да, я там увлечён такой-то сферой. Это было бы более конкретно и понятно. Но согласен, что для инфантильных девушек, которые, знаете, девушки, которые начинают отношения через дружбу, они боятся отношений, ну вот весело, с кем-то классно провести время, а там будет как будет, а там на чём дружить, а там, может быть, начнутся какие-то отношения, такие инфантильные девочки. Им, конечно же, такой симпатичный Александр, в 57 лет, очень понравится. Сергей 50! Всё есть, летом живу на море, привередлив к женской красоте. Всё есть, это что? Что всё? В чём привередлив? Тебе нравятся девушки полненькие, худенькие, молоденькие или нравится для чего? То есть, опять же, человек хочет показать, что он типа крутой, что типа у него там куча денег всё есть, у него много свободного времени, жизнь скучна, летом живу на море и вот придирай в женской красоте. Вопрос в том, что с этим мужчиной можно построить? Опять же, таких я бы обходил немножко стороной. Родился и вырос в Москве, 175-75, ну, уже хорошо, да, понятно, там, рост, вес. Свой магазин на Вайлдбори Сазон с чувством юмора разведён в 2012 году. Есть сын у бывшей жены, другая семья. О-о-о, вот это уже, вот это уже интересно. И многие женщины этого не оценят. Почему? Потому что кажется, а что тут ценить, Ярослав? Человек конкретный, человек понятный, то есть, он за ясность. И он хочет дать ясность женщине, что смотрите, девушки, я родился и вырос здесь, да, в таком-то городе. У меня такой рост и вес. Свой магазин на Вайлдбори Сазон, то есть, он предприниматель. Чувством юмора, ну, тут спорно, потому что у всех разное чувство юмора. Разведён в 2012 году, есть сын. Человек старается быть понятным. У человека есть такая ценность, быть понятным, быть прогнозируемым. То есть, он не пытается что-то скрыть или приукрасить. Всё, как есть, занимаюсь бизнесом, да, там, вот таким-то, Вайлдбори Сазон. Вот такого персонажа я бы, не в смысле бы рекомендовал, что бегите замуж на такого, а поставил бы какой-то уже плюсик, галочкой, и дальше бы общался. Может быть, вообще не проявится что-то неприятное, может быть. Но вот в таких мелочах, это я учу, чтобы вы видели хорошее там, где это невозможно заметить, где кажется, что сухо и пресно. Ещё раз повторю, я не говорю, что это шикарный мужчина, но уже предварительно, уже можно отметить хорошее, то, что важно для нормальных, классных, доверительных, тёплых и любящих отношений с нормальным мужчиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова